Надо ли укрывать виноград на зиму? В связи с изменением климата, потеплением его, считаю, что обрезку большинства культур, особенно теплолюбивых, надо проводить поздно весной, после минувания угрозы заморозков. В первую очередь относится это к винограду и персику. Если сравнить эти две культуры, выясним, что это братья-близнецы, любят тепло, солнечный свет, малотребовательные к влаге, практически засухоустойчивые, что в условиях жары и безводия немаловажно, нетребовательны к качеству почвы. Даже принципы обрезки у них одинаковые, на плодовое звено или плодовую пару. Сопоставимы зимостойкость и морозостойкость этих двух культур примерно минус 23-25. Хотя, конечно, если чемпионы, успешно персик культивируется до широты Курска, это большая половина европейской части. Но вот укрывать персик, как виноград на зиму, нигде и не пытаются. И вот хочу задать вопрос. Нужны ли в этих районах вот эти совершенно ненужные работы по укрыванию? И что вот эта укрывная культура винограда дает? Вернее, что отнимает? И нужна ли она вообще? Как раз в это время, конец октября, начало ноября, начинается самая тяжелая работа на винограднике. Укрытие от морозов. Которых зимой в последнее время и не бывает. Зато весной, после того, как лозы откроют, вывесят на шпалеры, мороз тут как тут. Осенью перед укрытием лоза обрезается, чтобы меньше площадь укрытия была. Почек, соответственно, меньше. И постепенно начнут они набухать. И не только потому, что в укрытиях теплее. Зимы сейчас стали теплыми. И вот это все приводит к тому, что при вывешивании на шпалеру, почки эти уже находятся в рыхлом состоянии. И несколько дней тепла, а тут дедушка мороз, мать, апреля, и чешут маэстры тыквы. Мороз съел урожай. А если еще влага в укрытиях попала, то вымокнут или выпривают почки, как дважды два. Ну и мыши постараются картину дополнить. В итоге укрытие не укрытие, а ловушка для лозы. А потом начинается... Я не знаю, как это сказать, может быть, адский труд. Обломки. Первая, вторая, третья. Подвязки. Первая, вторая, третья. Вторая, прищипки, щеканка, прореживание листьев. Некоторые мудрецы, ну там у них 5-10 кисточек, они и ягоды выщипывают. Ну да, вот когда сотни тысяч этих кистей, пойди, повыщипывай. Это так у меня осталось уже. Все, руки не доходят. Но дело не в этом. И так все лето. Вот идет это колочение вокруг, или колотнеча, вот так будет правильно сказано. Ну а потом стоят выпитые. Грудь, колесо, многочисленные балбесы Ютуба. А как по-другому их назвать? Ну и ванушки. При максимуме усилий, большом труде, затратах денежных. Ну плюс еще многочисленные химобработки пестицидами. И сера, и медный купорос, это пестициды. И все это скажется, в конце концов, на здоровье. В первую очередь вот этих мудрецов. Ну, говори, не говори, это как об стенку горох. И в результате мизер получает сущие урожаи. Чешут языками, словобувят. Пересказывают довольно бестолково. То, что тысячи раз обсосано в многочисленных справочниках. И все это на фоне пустых кустов, листвы. Урожая нет. Или там 5-10 кисточек. С разных сторон. И оттуда зайдут, покажут. И отсюда. Вот, посмотрите, какой я мастер. И внимают этим балбесам миллионы зрителей. Эх, страна дураков. А как надо. Об этом я расскажу во второй части этого видео. Всего вам хорошего. Смотрите полезные видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.